так товарищи это следующее день наш мопед чистая вилочка чистейшая на подготовленном чистейшем пространстве подготовлена конечно и таким максим мной то то тобой до подготовлена ну ладно так запчасти свеженькие и так сальник и пыльник вот такие вот на китайскую вилочку далее это у нас подшипники до колеса две штучки дальше у нас новые вот такие вот щитки под камушков две новенькие гофры и фильтр надо еще показать так это фильтр и новый трос сцепления с регулировкой чтоб наверняка установить процесс сборки мотоцикла он конечно такой приходится и порядок наладить и что-то убирать и рабочее место организовывать вот он я как всегда сижу ничего не делаю максик у нас в поте лица работает молодец так чё тут шайбу тебе надо понятно давайте подберем шайбочку где-то у мне тут было за крымах родины наверно вот такие ну ка покажи конечно это шайба у меня для венджера чтобы стекло на идеально сюда подойдет круто короче мы с максиком тут обсуждаем это дело все мы с собрали вот в общем смотрите здесь у пружина есть вот такая вот часть мы этого как говорится столкнулись с этим потому что она была наоборот поставлена и очень плохо работала и где-то там закусывала но это зауженная часть она именно для втулки идет вот для это видимо моего сюда поставили тут мы сейчас все закон трили аккуратненько вот эту гайку до конца закрутили закон трили теперь она собрана правильно а у нас в одном из пире в одном из перьев не был прикручен вот этот что шток и вилка она упала просто скорее открутился да то ли открутился то ли не был прикручен но мы его сейчас крепко закончили так что вряд ли он хотя даже нет нагрузки накручения накручения нет но есть вибрации всякие туда-сюда может быть там и не прикрутили в прошлый раз короче колхоз что дай боже да в общем дайте я объясню ситуацию максик положи вот этих вот демпферов их нету время комплектах никаких нету сальники пыльники есть вот этого ничего нету то есть только тут стоит старая резиновая и кольцо сюда максик поставил резиновая которая по идее должно быть по идее должно быть вот здесь торца и она у нас уплотняет вот эту вот штуку чтобы масло не вытекало но проблема в чем прямо в том что если одно кольцо более-менее как-то более-менее то второе то она уже мертвая вот и она вообще не была собрана на одном из перьев то есть ставить это нельзя у нас этого нет по идее вот это уплотнительное колечко которое здесь оно должно уплотнить стаканчик то есть ногу и масло выливаться не должно вот через это отверстие где будет винт держать вот эту часть но мы не надеемся на это колечко потому что работать вилка будет там будет создаваться давление и все равно начнет наверняка нога потеть и течь что и мы решили сделать чтобы сюда не вырезать какой-то колхоз резину и прочее я придумал вот такие вот штуки это медные кольца которая ставится на слепную пробку двигателя автомобиля вот после затяжки она примет форму то есть все вот эти вот микро неровности какие-то еще что-то я думаю что она идеально подойдет вот так вот мы поставим вот видите и затянем она достаточно толстенькая и поэтому ответная часть прильнет к этому колечку очень хорошо затянется это все вот таким вот большим болтом там можно уже и гровера поставить моего любимого вот так что думаю будет полный обгемахт никакой никакой течи здесь быть не должно и уж точно никакая резинка ничего не пропустит ты со мной согласен а чё какой еще у нас вариант ехать за сантехническими прокладками что ли короче вот колечко медная там встала сейчас мы это дело центруем и привинчим конечно китайские вилки это бред шо капец вот только что мы устанавливали сальники туда сальники туда встают очень тяжело нам бы возможно никто бы туда не лазил и сразу мы первые то наверно было бы все нормально у боксера со слов максика когда он делал новую вилку на боксере менял сальники и масло да то есть это они туда входят буквально с одной стороны тихонечко из другой он туда встает с легким усилием вот а здесь это нервы нервы вот и вот эти вот ответные части отливки вот эти одна вроде бы с виду ровная вторая она кривущая там конус какой-то ничего не понятно ну мы надеемся что до конуса до того не дойдет и упираться не будет в эту неровную отливку то есть обхватит то ногу все-таки вот часть которая работает видишь максик да вот вот этой части упрется и до сюда не дойдет то есть у нас там не будет травмировать как говорится шайбу китайская вилка так себе вроде бы сделано что-то но с технической точки зрения не продумано какая-то хрень и ремкомплекта нормального нет ну что вот это такое и так еще час прошел в общем отделе мы пыльник я уж не не показал мы его забили туда он тоже туда заходит капец как одели вот эту гофру гофру не предназначенная видимо для вот этой вилки натягивали ее отвертками кусачками всяко-всяко натянули закрепили хомутом но теперь она никуда не денется тут вроде все нормально будет работать главное это конечно не резина то все развалится насколько это подходит я думаю а может и не развалится куда мы знаем из чего этот полимер разговора все сейчас надо устанавливать надо будет опять отцентровать колечко и ставить вот этот вот вот эту опору мы решили ничего не мудрить и понадеяться на медное колечко что его там прижмет и он герметизирует соединение как-то так держи и того все мы прикрутили на гровер подтянули надели надежда на то что медное кольцо все уплотнет сейчас будем заливать масло масло у нас мотюль так масло вот такое вот for coil 10 в я конечно не заливал бы такое я себе в доминар заливаю какой я себе заливаю в доминаре себе заливаю 5 в но это ктм ская спецификация вот по спецификации на этого китайца написано 10 в ну так мы такое будем заливать экспериментировать не будем так ну что давайте 220 до максик до ну и цвет у него точно мы чуть 220 много не надо еще чуть вылезет оттуда вкусную ну пахнет короче вилочным маслом это не вам не вне моторная точно так как бы так залить так вот я отодвину пружину и поехали да ох поехали сейчас надо еще немножко прокачивать будет немножко надо будет прокачивать вроде бежит хватит этого давайте поднимем вот так вот сборка хорошая в сальниках так крутить это перо нельзя у нас пыльник крутим мы гайку с поршнем такую красивую ногу сейчас еще одну ногу такую же собрать и будет вообще булочка ну здесь одна надежда на кольцо из которого масло не течет уже и сальники медное кольцо это то есть решение правильное было сальники ну мы не снимаем хомут не лезем туда если уж потечет так потечет часто чё теперь делать вот затянем гайку и все одна надежда на сальники вот мотоцикл когда мы соберем она сядет немножко вот так вот и надо с имитировать кочки вот резкая и то есть она отстреливает нормально ну что когда ты прямо сверху начинаешь проверять она назад неохотно идет но это неправильно правильно будет вот немножко нажать и уже работать нормально она отстреливает хорошая упругая перо стала еще одну соберем пусть будет 10 вы такая красивая вилка будет парня так мы собираем вторую ногу но видите побитая грань то здесь вот было два удара и шайба которую мы собираемся уплотнять она кривая но будем надеяться что медное колечко уплотнит короче два пера вот это с маслом тяжеленькое такое тоже тяжеленькое но она без масла вот сейчас мы сравним как они работают я пока сюда сторонку поставлю вот у нас мотоцикл сел и работает все работает до амортизирует думаю это не видно будет на камеру так а это без масла то есть вот мотоцикл сел мол прямо отстреливает короче надо заливать масло иначе ничего не получится масло играет огромную роль в амортизаторах как выяснилось все так ок ну что же матюльчик давай поехали 220 220 220 не дошло до риски глаз алмаз как говорится готова зашло 220 миллилитров красота да еще отлично и давайте мы закроем перо этого отвратительного запаха опять максик тащит мы из запасы какие запасы импортные до короче смысл в том что здесь разбитый подшипник мы там все почистили убрали ответная часть то вроде рабочая а вот подшипник то здесь вот такой видите у него разваленная все причем сами шарики ходили уже прямо да они гуляли уже по обойме ничего хорошего в этом нет конечно было принято решение чтобы не ехать за новыми подшипниками один целый подшипник мы поставим вниз а сюда мы насыпем ролики и будет все работать как надо какая красота максик ты будешь сало да не то чтобы сало тут мясо полно это очень вкусная фермерская закусочка я вот москве жил там такого нигде не купишь ну может быть чуть-чуть попробуем очень вкусно ой-ой-ой-ой-ой-ой продолжаем мы чего делать максик бардель бардачок короче смысл такой что новые подшипники купить наверное это дороговато будет все дело так как тоже все это походит да но мы решили его без обоймы вот так вот собрать на летал советским методом как мы раньше советском союзе делали и местами это поменять мы не можем подшипники они различаются по размеру вот сюда мы в корячим сейчас давай установим чего говоришь даже люфта нет ну да и вообще не шевелится пошел только тут у нас шайбы были их не должно быть что это за шайбы вот тоже крутые шайбы он походит еще допустимый люфт миллиметр шумит минимально новый старый но этот не крутится ну мотоцикл то пофиг допустимый люфт это чё новой тут вообще не слышно как работает он поди сломанный мазочкой смажем графитовой не надо алюминий смазать даже там главное сейчас ровно поставить досочку дай мне пожалуйста маленькую тут сидит мы немножко нагревали но нагрев ровным счетом ничего не дает потому что нет нагрев дает когда все правильно и правильная геометрия и тепловые зазоры все рассчитаны и тугом установили подшипники долго я с ними мучился максик мне тут все подсказывает помогает с горем пополам поставили ну честно говоря мне казалось что это легче должно устанавливаться вроде ровным получилось макси гри что легче должен устанавливаться просто чего точность не то возможно подшипник там на пару слов так больше из этого он не влезает возможно обойма чуть большего размера поэтому покрути максик колесо рулем покрути вот так вот руль поставь я восьмерку покажу колесо тихонечко пусть крутится тихонечко эти бьет быстро не крути кривой диск ты влетели сильно все подшипники встали отлично крутится как новенький вилочка супер пуперская вот что значит обслужить до рулевую колонку собрали там летал сейчас тут отрегулируем затянем ну и дальше собственно привет народ и варьез и варьез шаер и варьез мы пришли опять работать на целый день протапливаем сколько-то уже съездили в метро закупились скотчем 64 24 скотченки мы купили 24 рулончика так 8 и 3 градуса здесь мы сейчас будем доделывать сегодня его заведем нормально и наверное дадим клиенту если все удачно будет так я вот тут хочу немножко антикоррозийную обработку устроить здесь конечно крыло полностью треснуто и он трещина идет серьезно видите и здесь вот под подржавела пластинка я цинкарем сейчас пройдусь посмотрим как это будет работать давайте вот так вот пройдемся винты обрабатываю тоже ржавая цинкариком что не станут беленькими темненькими темно-беленькими темно-белая синие черненькими установили цепь на место пришлось открутить колесо замочек максик поставил вот он это все надо будет почистить и смазать этим займусь я цепь тут конечно уже никакая но она будет ездить мальчик покатается на нем потом будем решать что делать здесь резину конечно менять надо где он колесо так повреждено максик видите трещина в колесе какая да так вот ну тем не менее сегодня мы до соберем вилочку ну все прошло минут 15-20 тут подсыхает она не до конца еще высохла вот когда высохнет она вообще побелеет и будет такая серо-белого цвета ржавчина ушла эта штучка сейчас покрылась оксидной пленкой вот эта пластина это ремонтная пластина уже она покрылась оксидной пленкой и ржаветь какое-то время она не будет ну конечно лучше красить все это дело но никто этим заниматься не будет так я сейчас все это дело очистил прочистил здесь все прочистил все это мы сделали будем устанавливать но надо уплотнить соединение вот здесь она сильно труба болтается не плотно надо сюда будет какую-то прокладку делать мы придумаем посмотрим что у нас есть и здесь вот абраму задевает глушитель надо будет сюда намотать я думаю ленту металлическую мы намотаем чтобы не терла раму экран так сказать так и я подготовил вот такую защиту почистил максики и будет устанавливать защита двигателя она была вся очень грязно сейчас она вся чисто это паранит да мы подумали может быть листочек паранита использовать для уплотнения вот здесь вот здесь чтобы не терла ну здесь то надо металл тут паранит нельзя наматывать вот сюда его только так сюда мы сделали прокладку из паранита и забили туда глушитель более-менее так аккуратненько вот тут мы все прикрутили но смысл в том что я бы наверное тут еще чем-то прикрепил какой-нибудь металлической полосой только над у нас тут уровень разный может быть я тут асбеста намотаю шнура и сделаю широкую полосу вот такой хомут максик конечно говорит что такой задачи не было но я ему говорю что держаться не будет потому что тут немножко подзабито чуть-чуть и держится вот на этом винте который по сути ничего не держит то есть если если кто-то возьмется еще раз заглушитель она отсюда вылетит болтики у нас созрели ржавчина у них тихонечко ушла они еще пока мокренькие но я буду устанавливать уже крыло вот оно такое красивое максик у нас думает над проводкой так я установил крыло просьба клиента было немножко привести в чувство выхлопную систему вот мы уплотнели там паранитом немножко чтобы герметично было но мне показалось этого недостаточно я сюда сделал металлический хомут вот такой и здесь он конечно плотно прилегает на выход на вход у глушителя на эту трубу алюминиевым а здесь конечно не плотно было поэтому туда я вставил асбестовый шнур толстый но поскольку он был толстый тут ничего не закрывалась я его расплющил молотком то есть он стал плоский и после этого все отлично стало вообще намертво вот так вот получилось то есть теперь обжимка получилось двух разных диаметров вот такая вот такое вот инженерное решение но я думаю это должно быть намного прочнее чем было бы просто воткнуто сюда думаю здесь уже будет очень хорошо и тихо то есть и звук будет весь уходить назад здесь с рамой мы решили ничего не делать потому что здесь очень сильно затянуто все и так система в напряжении вот решили оставить так как есть там в принципе я думаю не страшно будет сейчас мы все это зафиксировали все достаточно жестко такая система сейчас я это еще обрежу здесь вот эти вот устроил год это кобздец товарищи слова какой дурацкая да как в детстве короче мы тут с максиком уже голову ломаем данным давно максик уже вообще всю свою голову сломал короче мы поняли в чем тут проблема этого байка клиент просил поставить ему кнопку он of но это слишком заморочено получается тут замок в положении выкол он получается замкнут а в положении вкл он получается разомкнут вот и в разомкнутом состоянии мотоцикл заводится и сложность в том что когда он должен быть разомкнут то через эти провода которые идут на коммутатор не получается подключить кнопку то есть если мы это соберем так получается что выключенном состоянии когда ключа в мотоцикле нет любой может подойти нажать кнопочку of разомкнуть цепь и заводится вот что это может быть так что мы решили эту кнопку не делать ну а все остальное в принципе работает будут будет у нас и свет два положения и все и ключ будет здесь вот такая особенность не как эту кнопку сюда не поставить ну если очень сильно заморочиться может быть и можно но другую него такого плана другое мы пообедали как всегда максик вкалывает будут чай пить дамочек максик да ладно ладно мы оба работаем что головой крутишь нет ты один работаешь всю славу себе забрать хочешь так как у нас обстоят дела с мопедом шо мы сделали что нам осталось максик давай осталось подключить фару здесь все припаять фару припаять это я буду делать до ставить бак бак это я буду цепь установили максик все прикрутил вот она тянута она не сильно не как на боксере так и должна быть на вот должна подходить примерно и на боксере также вот ну и надо его заводить тестировать открыть ворота я думаю надо будет раскопать и что-то завести немножко хоть два метра проехать по снегу до и того проводку пропаиваем там где это требуется таким вот образом свечку я хотел показать это у нас от боксера баджат боксер на комочек достать . шампиньон power сила шампиньонов вот это баджат ская фирменная сюда мы ее поставим не сильно с кольцо прижмется да все не надо больше новенький колпачок стильно модно молодежно максик у нас заканчивает проводкой здесь проложил максик провод здесь подвязал его это будет габарит сзади клиент сказал проложить ему провод то есть при включении ближнего либо дальнего света здесь будет питание которое будет осуществлять горение габаритом фонаря габаритного ну сам пусть ставят сапун установили вот этот какой-то что там пока что-то болтается его нужно переделать на какой-то другой шланг поставить либо хомут хороший а это родной это комплектный немножко некомплектный представляете вылазит надо хомут нормальный сюда максик выглянул на улицу где я чищу снег чтоб дверь открыть пойдем говорит покажу почему искра слабая ну так показалось я так головой подумал а из-за чего у нас может быть слабая искра а датчик холла либо индуктивный датчик он же может быть слишком большое расстояние и поэтому когда искра будет проскакивать поэтому она будет слабенькая контакт плохой это его что подвинул да я его подвинул здесь тоже должен быть определенный зазор то есть он двигается его если ослабить то вот он двигаться это датчик холла да да он должен здесь какой-то дал должен быть зазор вот на данный момент например он большой так а ты его уменьшил между магнитом да то сейчас просто его уменьшу и затянул и что и будет лучше искра да ну ладно проверим сейчас проверим искра лучше стало сейчас проверим искру вот долбил я лед тут у нас снега полно сейчас можно открывать ворота если мы закончим вдруг позвонил клиенту и он приедет надо быть готовым до устанавливаем остатки подножки прикручиваем вот сюда и сейчас я тут ползал корячился вот эти четыре болта новые поставили они не попадали в свои отверстия пришлось развинчивать всю систему ослаблять и в натяг прикручивать но вроде прикрутилась уже думали три оставить или два болта но все четыре прикрутили слава богу сейчас под затянем и будем уже дальше смотреть очередной в очередной раз выключали свет и проверили искру подставляли сюда свечку другое искра стала больше и толще ярче сытнее и вкуснее да смотри максику здесь вот медной шайбочки есть может их подтянуть она кстати одна медная одна медная шайбочка потому что по этой шпильке идет масло а там везде алюминиевая да только по этой шпильке идет масло их подтягивать не надо после завода кто-то там ставит защиту и с той стороны еще ну и все а то еще провернется хватит этого красота да какая защита клевая конечно не без приключений но встала слава богу очень рады мы так сюда вот мы заменили болт подыграли немножко шайбочками отпиливать его не стали добавили туда гровера потому что родной был очень длинный но это родное есть принципе все установлено огромный минус конечно здесь уже подножка дохнет у нее там трещина вот где ржавчина там трещина да ну варить не варить не знаю лучше новую поставить если конечно кто-то будет заниматься там вот у нас прикручен этот болтик который мы двигатель крепили то есть гайка двигатель прикручен да ты все проверил что у нас сапун надо тут немножко поджать а это сливки с бензина сейчас мы это подожмем и вот там и там чего и это сейчас подумаем что сделать с ним так а дальше у нас установка бака и за и заводим колесо отрегулировал все ништяк так здесь вот этот держатель хомутик лапку вот эту поджали теперь будет стекать туда на защиту бензинчик все отлично так и здесь я немножко подрезал этот шланг он идет очень низкого качества я его подрезал и затянул сам вот этот вот хомутик самозажимной вот теперь намертво ну и тут конечно все поджали все отлично никуда не денется бак устанавливаем и так работа с топливной системой требует ответственного подхода максик ничего не делал он придумал какие-то дурацкие трубочки сюда и сюда а я сделал посмотрите какую красоту здесь кстати штуцер очень узенький несмотря на то что это самый хороший узенький топливный шланг штуцер тоже узенький но мы подтянули и стало очень надежно все они слезет здесь здесь фильтр качественный дорогой тут и тут теперь ничего болтаться не будет вот это я понимаю все мы запустили топливо в карбюратор максик уже не терпится бак мы прикрутили но почему-то только на два болта их было три или два ты не помнишь да сейчас поищем так осталось пару штрихов седло поставили переставили уже два раза его смотрите вот тут есть такая вот штука и типа она делал уже должна держать это у нас что такое реле регулятор коммутатор вот смотрите как она крепится так снизу прикинули до вниз смотрит кромстенчик то а как его прицепить то короче надо его как-то крепить куда-то непонятно куда жесть это была ошибка то видимо то ли для проводу хотя нет специального под резинку непонятно зачем эта штука вниз смотрит по что наверх должна быть хотя нет там все там седло вот сюда мы перенесли должна быть вот прямым углом вот сюда мы перенесли ходили от нашего несостоявшегося стартера максик достать плотно сидит а все она у нас на хаму на хамуке уже здесь вот хомут изолентой замотали и вот такую крышечку сюда провода все можно кататься по грязи ничего не зальет сейчас надеюсь тушку встанет сюда максик что ты там все разбираешь короче это мопед который мы собрали сейчас поедем на улицу пойдем на улицу надо его протестить все вроде бы сделали сюда мы одели гофры зафиксировали зафиксировали одна по низу другая нет здесь тоже надо это тоже до низу сделать пить 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 все а может и не надо ну ладно ладно пусть до конца на улицу максик говорит так не оставлять мопед он упадет и сломается короче первый запуск подсос вверх да вверх подсос поднял руль ой руль говорю ключ включи фару фара не работает так ты включи ее работает она работает да просто слабо на холостом же ходу выключай подсос выключай подсос настраивать надо настраивать конечно когда ты так далеко уходишь ну чё ребята я очень доволен что вы его вообще завели сейчас будем настраивать немножко покатаюсь и потом я расскажу включай пока ну что ребята я аж вспотел все работает тормоза тормозят завелся он у нас первого пинка сейчас у него надо регулировать карбюратор такое ощущение что его переливает клапана то ведь у нас отрегулированы чихнул пару раз ну и газ сбрасывает не так резко ну конечно это китаец прежде всего надо упоминать об этом вспоминать об этом мы ему еще обслужим цепь я ему обслужу цепь сейчас я ему поменяю масло клиент нам принес в канистре мобил один в принципе все что у нас еще ему сделать надо какие настройки максик карта уже сказал глушитель сделали вообще идеально нигде ничего не сечет слышно только где-то там сзади с него немножко потекло смотри с него немножко потекло чё-то старое масло интересно чё это потекло там и протрем вилка работает отлично задница отлично несмотря на то что я 90 килограмм весом с лишним все сюда надо клиенту будем клиенту дадим рекомендацию одеть какой-нибудь чехольчик на этот фильтр это конечно уже не тот ну или который был раньше нормальный это дешевский если зимой у нас пыли не так много то сухое время пыли будет много так здесь у нас рулевая смазана ну все короче сделано единственное что свет у него слабо горит ему не хватает от генератора мощности да лучше аккумулятор поставить он горит цвета но так себе лучше выключить ну и со светом он тоже едет все я наду я думаю мы на этом будем заканчивать сейчас мы уже отписали с клиенту показали ему видео как я тут по гаражам катаюсь на этом все смету предоставлять наверное не буду по проделанным работам потом ее вам показываем показываем у людей шок что мы там какие-то большие деньги наверное берем но мы вот не считаем что большие сколько мы работали тут понимаете дело в том что ладно когда все нормально подходит и все везде и болты рабочие места посадочные подходят поставить поменять двигатель это одно но когда тебе приходится возиться с вилкой с подшипниками с винтиками мы же тут половину винтов поставили новых тут совсем приходится возиться чтобы как-то это допилить поставить сделать в процессе что-то ломается что-то там разбито ну одним словом китай в общем ремонт вышел я считаю в адекватную сумму и недорого потому что такими мотоциклами у нас в жестке вообще практически никто не хочет за ним не заниматься из крупных сервисов вот куда не обратись они говорят китайцами не занимаемся просто не хотят тратить время и все что знают что мороки с ними много а денег там вот столько ну как бы все до свидания прокатились на масле сколько вы 30 метров какой-то шмур на воду похоже дать вас по звуку вообще не масло я ребята вам точно говорю это не масло это транспортировочная жидкость чтобы просто прокатиться и сразу его слить на слить масло подсолнечное по цвету как лукойл но клиент сказал что это что-то другое импортное лукойл ему не нравится по 700 заливаем можно вечно смотреть как заливается масло в двигатель да и не люблю масло я люблю поэтому это я делаю вот это масло похоже на масло а то что мы слили вообще не масло хрень все ты снимаешь смертельный номер сейчас ян пучков будет пить отработку китайскую нет я ее не буду покажите нам покажите нам короче я ее нюхаю она не пахнет маслом она пахнет водой какой-то водой с чем-то запаха масла нету что я хотел вам сказать вот мы ее слили из нового китайского мотора из упаковки эту жидкость который проработал минут 20 до он у нас 20 минут работал ровно у нас он счетчик моточасов стоит и здесь очень много металлической стружки есть и мелкодисперсная если крупно дисперсная видно да и это мы сделали правильно потому что вот первые минуты работы мотора эта стружка вся накапливается здесь и это надо слить обязательно никогда не ездите на заводском вот этом масле пусть это даже будет теоретически масло для чего-то но не рекомендуют 300 километров на этом проект ни за что не ездите 300 километров вот 20 минут поработали прогрели слили и залили другое что-нибудь что-нибудь другое как будто вода мутная в таре он прямо огромные ошметки вон ползут огромные ошметки ползут вон это все металл стружки полно вон на дне видишь на максим видно все это на камеру вон сколько стружки блестит вот так вот товарищи